и так не пугайтесь что у нас так много ингредиентов потому что это все для трех видов форшмака то есть нам понадобится зеленое яблоко лучше брать сурта семеринки именно кислое что-то плавленый сыр вот репчатая луковичка зеленая луковичка отварная именно в мундирах картошка я специально брала маленькую потому что я буду из одной селедки готовить три вида поэтому мне надо чтоб пропорции соблюсти также отварная морковка отварное яйцо масло ну и собственно сама селедка перед тем как заняться разделкой селедки мне еще надо репчатый лук порезать и обжарить я собственно этим и займусь потому что потом он мне нужен охлажденный чтобы она охлажденная была если у вас нет вот этих отваренных ингредиентов вы тоже можете пока поставить пока будем заниматься селедкой потом первым делом для того чтобы потом все долго не оттирать не обмывать вооружаемся такими одноразовыми перчатками и застилаем нашу разделочную доску либо пищевой пленкой либо это все делаем просто в одноразовом кулечке начинаем с того что отрезаем нашей рыбке голову я вот раньше очень не любила чистить эту селедку мне это вообще вот эта чистка на меня просто такой ступор приводила поэтому я покупала готовое филе либо кто-то другой чистил но есть такой замечательный метод который я смогла освоить поэтому теперь сделку селедки уже меня такой ужас не вызывает голову мы отрезали теперь потрошим ее внутренности но тут у нас некромолоки тоже принципе их любят поэтому мы их не выбрасываем аккуратненько откладываем в сторону все внутренности удаляем хорошо чистим нашу рыбку потому что когда ее уже распотрошишь уже потом это не очень удобно делать поэтому вот эти черные пленочки все это убираем так вот здесь вот мы плавнички эти все хорошо вырезаем потому что тут мелкие косточки которые практически невозможно выбрать и нет смысла не столько того мяса сколько выбирать их так также вырезаем вот этот вот мы большой плавничок на спине так теперь аккуратненько поддеваем шкурку и будем снимать когда чуть-чуть мы ее шкурку она потом довольно легко сдирается главное аккуратненько чтобы не разрывать мясо снимаем в принципе нам рыбка ж надо будет для форшмака форшмак это рубленая селедка поэтому если где-то что-то там порвется не особо страшно тут как раз вот эти места с маленькими косточками не отделяются хорошо все с одной стороной мы справились то же самое переворачиваем нашу рыбку делаем со второй стороны так все а теперь самое интересное мы слегка надрезаем здесь у нас хвостик серединка берем нашу селедочку и ее от себя перебрасываем и разрываем ее пополам тянем 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 все у нас получается две половинки совершенно филейного мяса тут косточек нет просто сейчас отрежем хвостик вот а с этого кусочка очень удобно так уже большим пальцем отодвигаем и отсоединяем эти косточки вот они все остаются здесь по хребту проходим тоже очень легко все отделяется то есть наша рыбка разделилась на 4 такие полосочки прекрасные вот а если вон какие-то косточки застряли то их буквально вот совсем чуть-чуть их очень легко удалить это не то что там всю рыбу чистить вот и с этой стороны то же самое просто вот оттягиваем хребец хребет вот и пальцем себе большим помогаем и на очень легко отделяем смотрите хребет полностью замечательно отделился филе готово к нашим дальнейшим кулинарным подвигам все руки наши чистые стол чистый все прекрасно первый наш вариант вот значит мы к селедке добавляем вот обжаренный лучок ну не сильно обжаривали чисто чтобы он такой был светленький притомился иногда делают и со свежим луком но с обжаренным это вкуснее поэтому можно не полениться и все-таки обжарить так дальше мы добавляем вареную картошечку и все это взбиваем блендером к этой нашей взбитой массе натертые на крупной терке яблоко конечно же мы его очистили от кожицы и семечек вот и сбрызгиваем обязательно лимончиком во первых это и вкус и яблоко не потемнеет также сюда отправляется сливочное масло вот и теперь все это хорошо перемешивается еще один вариант селедочка теперь сюда мы добавляем вареное яйцо и вареную морковку взбиваем блендером добавляем сливочное масло грамм 30-40 и хорошенечко перемешиваем посыпаем зеленым лучком еще один вариант к селедке мы добавляем отваренную мандира картошку и плавленый сырок опять же все это взбиваем блендером до однородного состояния сырок у меня обыкновенный сливочный то есть можно конечно пробовать экспериментировать с разными вкусами ну это стандартный там дружба сливочный что-то из этого так конечно же сюда мы тоже добавляем сливочное масло и хорошенечко все перемешиваем значит так мы приступаем дегустации мама моя не знает рецептов то есть для нее не все неизвестны то есть она будет пробовать это вслепую я конечно догадываюсь где какой вариант ну и вы знаете где какой вариант поэтому будем их пробовать так как я их делала то есть вот это первое вот с этого шарика мы начинаем я буду на хлебушек мама как тоже там захочет ну такое интересное сочетание я бы сказала что тут селедка она такая маринованная кажется а ты что скажешь как тебе я дегустирую все а потом начну по второму кругу дегустирую а потом будешь рассказывать варианты правильно так ну интересно так берем теперь этот ну так как положено с лучком так что бери тоже чтобы с лучком тебе попадало чтобы полный полную гамму вкусов оценить а то если вдруг без лучка оно вдруг не так будет правильно положено с зеленым лучком значит будем пробовать ммм другой вкус ничего не скажу другой вкус угу так комиссия делает свои выводы но пока не озвучивает ну переступаем мы теперь я дожую я второй экземпляр ну и приступаем мы к третьему я должна сказать что конечно мы все съедим да как ты думаешь ни один не пропадет комиссия может сказать потом я скажу ну из всех троих мне понравилась паститообразная вот этот вот он какой-то совсем совсем другой эти по вкусовым качествам вроде похоже похоже да я тоже сказал что похоже да но в этом какое-то присущие кислинка здесь чуть-чуть соление и что-то прикус какой-то другой а здесь я бы не сказала что картофель оно что-то другое присуще тут яблоко вот кислое яблоко оно дает такую свежесть кислинку такую очень приятно мне кстати вот это вот больше всего понравилось оно такое необычное вот за счет яблока сочетания за счет яблока и яблоко что вы помните мы поливали лимоном оно вот это вот дает кислинку эту и поэтому оно да более такое вот мягкое необычное нестандартное и селедка по-другому вот везде же одинаковая селедка но тут совсем вот в этом варианте с яблоком она совсем по-другому чувствуется да вот эти более такие мягкие нейтральные вот этот да он самый соленый но тут плавленый сыр селедка плавленый сырок он сам же по себе тоже соленый поэтому а вот это тут мой фаворит тут с яблочком ну мне это а вот маме понравился с морковкой скажем так вот также смотрите три варианта ну если бы детеныш съел может быть бы он выбрал третий так у каждого был бы свой любимчик ну так как детеныш у нас рыбу не ест поэтому третий вариант остался без своего любимчика да вы тоже можете сделать попробовать и выбрать какой нравится вам всем пока-пока до новых встреч 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 . Продолжение следует...